Микс Ньюс. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. У нас сегодня с утра интересный гость, директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Срошконс. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот, может быть, такой первый вопрос. Как изменилась вообще вот работа, может быть, специфика вашего агентства вот с наступлением пандемии? Я знаю, что много дополнительных, наверное, обязанностей появилось у агентства. Вот как вы бы это все сами охарактеризовали? Ну да, получилось, что я начал работать как директор в январе, к окончании января, и тогда через полтора месяца, наверное, уже начиналась эта пандемия COVID в Латвии. И то, что реально изменилось по работе агентства, получилось, что у нас сейчас очень много диалогов с индустрией. Каждую неделю у нас есть как бы по разным форматам, где мы узнаваем, какие проблемы есть по разным индустриям и как государства могут помочь в конкретной ситуации. Да, в основном, если мы говорим сейчас о ЛИА, так называется кратко, Латвийская агентство инвестиций и развития, чтобы наши радиослушатели понимали, это и помощь нашим предпринимателям, и, я так понимаю, содействие, если иностранные предприниматели хотят, допустим, работать в Латвии, инвестировать средства. Да, так точно. То есть, вы работаете как бы в двух направлениях, да? Да, конечно, да. Вот мы знаем, что было принято решение о поддержке предпринимателей, которые наиболее пострадали от экономического кризиса, вызвав пандемией, это и помощь экспортным предприятиям, и туристической сфере. Может быть, несколько слов об этом? Вот в чём здесь задача агентства? Ну да, помощь, есть две программы, оба субсидии для зарплаты, одна программа для компаний, которые работают в сфере туризма, и другая программа – это в компаниях, в сфере, которые занимаются с экспортом. Если мы смотрим, конечно, всем понятно, с пандемией туризм очень пострадал, и поэтому агентство сейчас рассматривает заявления от компании, и это форма грантов, которую мы можем выплатить как субсидии для зарплаты. И то же самое, там немножко побольше критерий, но тоже самая идея в программе компания, которая занимается с экспортом, чтобы сейчас самое главное у тех компаний, которые пострадали, чтобы они смогли не увольнять работников, но чтобы они смогли сохранять рабочее место и пережить этого кризиса. Что касается вот этих грантов по зарплатам, есть ли какие-то временные рамки, в течение какого времени эти зарплаты будут выплачиваться? Заявление надо подать до 30 сентября, и потом получается, что мы рассматриваем заявление в течение 1 месяца, и потом выплачиваем 5 дней после, когда у нас есть ламмс. Да, принято решение. Да, есть решение, когда через 5 дней мы выплачиваем этот грант. И как долго это вообще вы будете зарплату платить? Какие решения приняты? То есть до конца года? Нет, это получается до 30 сентября можно подать, до 30 октября нам надо всех рассмотреть, и тогда мы выплачиваем. И у предприятий надо как бы выплачивать эту сумму до окончания этого года. Ну да, как я и предполагал. Что касается вообще экспортных предприятий, что касается туризма, это понятно. Что происходит с экспортными предприятиями? Потому что мы знаем, что даже в период пандемии грузовые перевозки продолжались, вот это движение через границу не прекращалось, и тем не менее, наверное, экспорт тоже пострадал из-за того, что ситуация тяжелая экономическая в экспортных рынках, в тех странах, куда мы экспортируем свою продукцию. На какую помощь могут рассчитывать вот эти экспортные предприятия? Так, во-первых, как много пострадали экспортные предприятия. Там в течение март, апрель, май, когда был пад спроса в иностранных рынках, тогда самое главное был спрос спроса в тех секторах, потому что люди не знали, что будет. Сейчас, когда мы смотрим год на год, например, данный июня, тогда экспорт почти обратно там, где было в 2019 году. Да, конечно, есть секторы экспорта, например, мы можем смотреть, ну, например, не знаю, сектор пищевой промышленности, который работает с гостиницей, хорика, сегмент хорика называется, конечно, у них есть огромный пад, если смотрим на прошлый год. Поэтому есть эта программа, где они могут подать заявление и получить помощь в форме гранта до 800 тысяч евро. Но это, конечно, не больше, чем, получается, 30% налоги, которые они заплатили в прошлом году. А, то есть это такое ограничение есть, да? Да, да, да. Вот так, чтобы наши радиослушатели понимали, гранты – это то, что фактически возвращать не надо, это помощь, это не кредит, чтобы люди понимали, да? Да. Вот вы упомянули вот эти вот ограничения, они больше, чем 30% от уплаченных налогов. Значит ли это, что и на другие виды вот этих грантов, ну, смотрят вообще порядок или объем уплаченных налогов, чтобы… или все-таки вот туристическая сфера, все-таки, чтобы сохранить рабочие места, вот эти зарплаты выплачиваются в любом случае. Или все-таки смотрят объем уплаченных налогов? Да, ну, конечно, получается, что вот ограничения, как много можно выплачивать в грантах, это, конечно, мы смотрим, сколько оплачивались налоги в прошлом году, чтобы не были такие ситуации, что, например, компании не платили там налогов в прошлом году, и сейчас государство помогает. Целая идея, что если компании платили налог, тогда сейчас есть время, когда государство идет помочь и помогает тем компаниям, которые платили налог до этого, до кризиса, до пандемии. До пандемии. Если мы еще говорим о работе ЛИА, мы знаем, что есть представительства ЛИА, то есть те вот ваши сотрудники, которые работают в разных странах и пытаются, я так понимаю, и наших бизнесменов консультировать, и помогать потенциальным инвесторам. Что сейчас произошло с этими представительствами? Были какие-то у вас сокращения? Может быть, вы как-то перестроили работу в связи с кризисом? Ну, это уже началось до кризиса, но идея была такая, что мы делали как бы опрос, да? Да. Опрос экспортной компании об следующих планах на следующие годы, на 3-5 годы, о которых новые рынки они рассматривают. Где будет инвестировать в маркетинг и где будет инвестировать в инновации, чтобы адаптировать свой продукт для тех рынок. И потом мы рассматривали наш этот, так называемый, нетворк с представительскими офисами. И там, где мы увидели, что от компании нет интереса, и там, где мы увидели, что за прошлые, не знаю, 4 года не были никакие реальные инвесторы здесь в Латвии, там мы медленно закрываем офисы и открываем там, где компании сказали, что у них есть интерес, и они рассматривают этой страны как новые рынки, и где они будут идти. Так что там сейчас мы откроем офис Южной Кореи, и тогда следующее будет Брюсселс. Так, когда в Брюсселе, да. В Брюсселе, да. И потом, наверное, рассмотрим Австрию, США, еще один офис в Восточной, сейчас у нас офис, нет, получается, западный США, и тогда будет еще один офис в Восточной США, и тогда еще будем рассмотреть в Канаде еще один офис. Да, вот Вы упомянули Южную Корею, но, наверное, не нужно особенно долго тут радиослушатым рассказывать, что такое Южная Корея, насколько она продвинулась во всех областях, в технологии, понятно, в экономике. Значит ли это, что действительно латвийские предприниматели чувствуют, что вот там они могут тоже развивать свой бизнес? Да, они чувствуют, что там есть возможности, но, например, Южная Корея – это рынок, который находится очень далеко. Там есть огромные незнакомые, например, это как культурные, какие-то культурные, как это будет, ну, есть западная культура, есть восточная культура. И так что они знают, как правильно выйти на этот рынок. То есть там есть своя специфика, да? Да, там есть специфика, и они у нас как бы дают информацию, что у них надо помогать там, потому что неизвестно, которые реальные компании, с которыми можно сотрудничать, как по законам, что и где надо… Ну, своя есть своя специфика, потому что касается Европейского Союза, там более-менее понятно, правила игры плюс-минус, наверное, одни и те же, а вот Южная Корея – это совершенно, наверное, другой мир. Да, ну да. Я знаю, что у вас есть опыт работы в Китае, вот многие, понятно, что латвийские предприниматели, особенно экспортоориентированные, конечно, мечтают работать в Китае, в этом необъятном рынке, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что Китай в основном тоже ориентирован на экспорт, не столько к себе, потому что у них, они производят практически на всё, сколько вот наоборот экспортировать. Вот что касается Китая, вы этот рынок хорошо знаете, есть всё-таки возможность для латвийских предпринимателей там где-то зацепиться, и сколько вообще уходит времени, чтобы на этом рынке закрепиться? Год, два, три вообще? Так, Китай, как бы, страна очень большая, и возможности там есть огромные, но то, что надо понять, что латвийские предприятия там могут работать только в спецификах нишах, потому что огромный рынок, ну и если, например, есть какая-то там компания, которая занимается экспортом, и они поехали там на выставку, например, есть там контакты, и тогда что? И если продукт понравился, и, например, китайская страна готова купить, они сразу будут, ну, на тест брать один контейнер. Если наша компания там, ну, контейнер можно заполнить за полтора года, это вообще не будет интересно для китайцев. Они сразу хочу, окей. То есть объем, объем, да, и это то, что означает, что нам тогда надо смотреть на очень специфические ниши, и там, где китайский бизнес не видит, что там есть возможности, потому что они думают, что это слишком, как бы, узкая ниша, и они, да, они делают экспорт по всему миру, но там есть ниши, ну, не знаю, там, например, туризм есть ниша, там есть здоровые продукты питания. Да, там есть как ниша. Небольшая, но ниша есть, да? Да, ну, небольшая, там есть 1% от полтора миллиарда, это очень большая ниша для нас, но для них, конечно, это не очень большая ниша. Не очень большая ниша. Вот один контейнер заполнить, это кажется, наверное, легко произнести, но, в принципе, зачастую, да, от из компаний, это очень много, да? То есть мы даже не представляем эти объемы. Да. Обычно это так. Вот, ну, наверное, еще нужно понимать, что и в любом случае это не будет очень быстро, да? То есть есть процесс договоров, транспортировка, то есть мне говорили, что это очень быстро не происходит. Ничего там очень быстро не происходит, потому что там договоры, как в нашем мнении, вообще не работают, потому что ни китайская, нормально ни китайская страна, не будет идти в конфликт и рассмотреть какой-то договор в суд. Поэтому, во-первых, китайская компания, они хочут узнать латвийскую страну и как бы латвийскую компанию, и это нормально займет два года или три года. Так что ехать туда, обратно, да, это процесс, как бы, разговоров. То есть они в чем проверяют, да, пытаются узнать все, да? Да, потому что они боятся от нас так, как мы боимся от них, да, что там будем послать деньги и ничего не получим обратно. И они то же самое боятся, они обычно там, если мы смотрим там не на супер большие компании, на пару тысяч людей, там никто не говорит по-английски, или один менеджер говорит по-английски, но если есть такой контракт, тогда, конечно, они хочут узнать там латвийские компании, они хочут приехать здесь, посмотреть, что вообще есть компания, что есть, не знаю, там, производство здесь, что там все окей. Да, время занимает два-три года, пока вы можете попасть на этот рынок, да? Да. По существу, да? Помогает ли, или Китай все равно все четко проверяет по своей процедуре, что Латвия находится в Европейском Союзе, или все равно это неважно для них? Помогает, потому что они по-большому, они не знают, где Латвия, они не знают, где тоже, где Финландия, ну так, они знают, что есть Европа, есть Америка, есть Европа, есть Евросоюз, да, и то, что мы как бы часть Евросоюза, у нас Евро, это, конечно, помогает. Да, вот вы правильно упомянули, что вот в компании там может работать один-две тысячи человек, и это, кстати, не самая большая компания в Китае, мягко говоря, надо сказать, потому что я помню, здесь приезжал в прошлом году представитель одной корпорации, значит, там работало 700 тысяч человек. Ну да. И тоже он сказал, что есть и компании, где несколько миллионов работают, да. Да, так точно. То есть, нужно понимать, что касается вот Южной Кореи, значит ли это, что представительство, которое вот у нас будет в Южной Корее, вот Ле, она сможет, ну скажем так, помогать и по соседним странам, потому что понимаем, что Латвия небольшая страна, наверное, мы не можем открыть и в Сингапуре, и в Малайзии, ну вот в этих соседних странах. Да, у нас был офис в Сингапур, и этот офис мы закрываем и открываем в Южной Корее, потому что, да, точно идея такая, что от Южной Кореи можно выехать по этот Сауст-Ист-Эйджа, и это получается Малайзия, Сингапур, Индонезия, Вьетнам, и в Сингапур, где был офис, это очень-очень маленький рынок, но здесь тогда будет домашний рынок, так скажем, в Южной Корее, и также будут близкие рынки Южно-Восточной Азии. Южно-Восточной Азии, да. Вот учитывая ваш опыт и работы в Китае, всё-таки больше всего мы можем, скажем так, экспортировать в такие дальние страны. Что касается, по-это, России и Белоруссии, мы знаем весь этот, или Украина, набор вот этих экспортов. А вот что касается вот этих стран, Китая в том числе, это в основном какие-то нишевые продукции нашей пищевой промышленности, так можем сказать, да, вот, или это могут быть совершенно разные вещи? Нет, там разные вещи, там есть возможность для стартапов, есть возможность для электроники, фотоники, есть возможность для фармацевтической компании, да. И, конечно, пищевые промышленности тоже есть, если там этот обычный, этот идёт как био- или эко-продукция, да. Это по-прежнему актуально, да? Да, конечно, но самый большой экспорт у нас как есть, так и, наверное, в следующий год, наверное, будет, это деревообработка, да, деревообработанный сектор, да. Да, что касается вот, у нас есть такие, ну, флагманы, наверное, в том числе, вот, вы упомянули фармацевтическую промышленность, ну, сразу приходит, не знаю, в голову, там, Гриндекс или Олэнфарм, вот, значит ли это, что этим большим компаниям они могут, ну, скажем так, обойтись без помощи латвийского агентства инвестиций, они сами по своим каналам, или всё равно вы и крупным компаниям помогаете? Ну, помогаем тоже крупным компаниям, там, надо смотреть, как бы, на каждый кейс, но идея такая, что есть, 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 наши крупные компании, не означают, что, как бы, по размеру они крупные в иностранных рынках тоже, и есть, ну, например, там, фармацевтические компании, там, очень сложно понять в восточных рынках, как попасть на этот рынок, потому что там есть такие фармацевтические маркетинги, компании по маркетингу, потом там есть все эти услуги локальные, локальные, как это называется, агентуры по фармацевтической агентуре, национальные фармацевтические агентуры, которые рассматривают каждое лекарство, и потом есть ещё крупные университетии, например, аптеках, и где тогда надо... То есть целая система. Да, там целая система, где надо помочь, наши, как бы, офисы там работают, и обычно, как бы, мы работаем с нашим посолом, чтобы полегче достигнуться до этих больших компаний. Да. Вот, говоря, вот вы сказали по поводу Китая, где действительно получается так, что зачастую есть сложности, наверное, в общении, поскольку вы правильно сказали, что даже в больших компаниях иногда хорошо, если один-два менеджера говорят немножко по-английски. Что в этой ситуации делать, вот, когда вы работали в представительстве, ну, просто, видимо, с помощью переводчиков, да, пытались всё на китайском проводить? Да, ну, конечно, там обычно, если я ехал там с делегацией, тогда я переводил, как бы, разговоры, но, и, конечно, полегче, если латышская компания, и она думает, что она будет идти на этот рынок, потому что видит, что есть там возможности, тогда обычный вариант найти кто-то от латышской диаспоры, которые живут, например, в Китае, либо тогда живут на Южной Корее, который говорит по, как бы, это восточный язык, и тогда полегче, потому что он, наверное, знает, какие, как бы, системы, где надо подать какие заявления, какие разрешения потребуются, и тогда он, как экспорт-менеджер, сразу работает на этот рынок. Да. Что касается, вот, может быть, инвесторов иностранных, мы знаем, что и предыдущий министр экономики, господин Немира, нынешний министр экономики, господин Виттенберг, пытается, ну, все-таки, как-то даже в этой ситуации привлечь, наверное, каких-то инвесторов. Вот что вы чувствуете, какой есть интерес, вот, для работы здесь, в Латвии, может ли, не знаю, в ближайшие годы быть какое-то здесь, не знаю, открытое производство, о чем все время мы говорим, что, ну, хоть какое-то производство тоже развивать, не только торговлю. Ну, производство у нас, как бы, если смотрим по время пандемии, сейчас у нас появлялись даже больше инвестиций, проекты по инвестиции, как до пандемии, потому что у нас ситуация с пандемией гораздо лучше, чем средняя ситуация в Европе. И то, что мы можем увидеть сейчас, большой интерес есть об компании IT, которые хочут, как бы, какую часть от своих офисов, которые сейчас были в Индии и другие страны, переложить в Европу, потому что они видят, что есть, как бы, у нас будет дороже, чем в Индии, например, но они тоже тогда так рассматривают, как бы, свои риски, чтобы, если есть ситуация с пандемией еще раз, или, не знаю, COVID-21 или что такое, тогда они знают, что государство в Латвии смогло быстро решить вопросы, и у нас вообще бизнес не закрылся. И это как большой плюс сейчас работает. Конечно, если мы смотрим, например, там на сектор металлообработки, который работает, большая часть работает с автоиндустрией, там есть сейчас пауза, и надо рассмотреть, как будут развиваться эти рынки. Ну, например, я так, вторник, среду и четверг летаю на Финландию, чтобы встретиться там, где-то 4 или 5 инвесторов, которые рассматривают Латвию как одну страну, где можно расширяться сейчас, и которые сейчас видят это время COVID-19 как возможность. Да, вот что касается еще помощи, может быть, и латвийским предприятиям, вы, наверное, знаете, что вот в тяжелом положении оказались, несмотря на то, что вот эти грузоперевозки шли, тем не менее, вот многие вот компании, которые занимались грузоперевозкой, тоже надеялись на помощь государству, но не всегда эта помощь приходила, так мягко говоря, вот в отвес авто, я так тоже выразил, ну, скажем так, недоумение, почему вот из вот этих грузоперевозчиков фактически только редкие фирмы какие-то, одни-две получили вот какую-то помощь. Может быть, несколько слов об этом? Ну да, ситуация, наверное, такая, то, что надо понять, что государственные деньги для всех не хватает, и тогда, когда надо помочь, надо рассмотреть критерии. Во-первых, критерий был, помогаем компании экспорта, которых есть пад на 20%, либо тогда и помогаем компаниям, которые работают в секторах туризма, и тогда пад есть 30%. Сейчас, если мы смотрим сектор перевозов, тогда пассажирские перевозы подали заявление, там есть больше, чем одна-две компании, там есть уже лист в компании, и, наверное, они квалифицируются по этому критериям. То, что мы будем делать, мы сейчас будем месяц рассмотреть эти заявления, потом мы будем по статистике смотреть, сколько там лишних денег будет в программе, если там будет сумма, тогда мы будем подать информацию на экономические министерства, чтобы они передумали, надо ли не надо рассмотреть эти критерии, и тогда, может быть, если сейчас компания транспорта страдает, и мы об этом не знаем, тогда можно нам писать e-mail на этот пассажирский от Leia.gov.lv с обояснением ситуации, мы тогда, когда будем идти в Министерство экономики и будем говорить об разной компании и разной ситуации, тогда будем говорить тоже об грузоперевозках. В перевозках, да. Но сейчас я бы сказал, что пассажирские перевозки пострадали больше, чем грузовые, потому что тоже я знаю об компании на Мирно Крейс, которые перевозят грузы по всю Европу, они пользовались ситуацией COVID-19 как возможность и пошли в новых рынках, где никогда до этого они не смогли добраться. Да. Вот всегда, наверное, даже во время пандемии нужно думать и о перспективе, о том, что будет дальше. Вы уже упомянули о действительно том, что Leia активно начнёт работать в Южной Корее. Если мы вообще говорим о планах, может быть, какие-то структурные изменения, что принёс этот кризис, ведь, наверное, какие-то изменения тоже должны быть и в работе Leia. Как вам это видится? Да, структурные изменения в Leia. Если мы смотрим тогда то, что мы делаем, во-первых, в начале с дефиниции нашего клиента. У нас есть две виды клиента. Один – это инвестор, и другой – это экспортер. Экспортер, да, это экспортер. Если мы смотрим на инвестора, тогда то, что у нас важно, что если мы приглашаем инвестора в Латвии, то он здесь будет развить свой бизнес, и бизнес будет уже в экспортной рынке. Так что это очень важно, чтобы если мы привлекаем инвестиции, то мы смотрим, чтобы эти инвестиции работали сразу в экспорте, но не по-большому на локальный рынок. Следующее у нас есть, под Leia у нас есть туризм, инновации, экспорт и инвестиции. И то, что мы сейчас делаем, у нас есть разные инструменты, например, в каждом секторе разные инструменты помощи. И разные гранты, разные ваучеры. И то, что мы сейчас делаем, мы делаем как бы карту продуктов или поддержки, которые у нас есть, чтобы если компания пришла к Leia и спрашивала, какую помощь вообще можно сейчас получить, тогда у нас был уникальный менеджер для каждой компании, и он смог объяснить, окей, во-первых, если вы хотите идти в иностранный рынок, тогда вам надо получить этот Тиргус Петриумс. Да, исследование рынка. Да, исследование рынка, где у нас есть... Фактически вот этот маркетинг и все. Да, да. Это можно получить от нас бесплатно. Потом следующая шага, надо подготовить материалы либо страницу, и у нас есть программа для дегитализации. Потом надо ехать или видео-онлайн-конференции, и у нас есть поддержка для этого тоже. То есть фактически весь пакет... Весь пакет, но у нас были разные инструменты, и сейчас мы как бы сделали длинную цепку с разным инструментом от разных отделов, чтобы помочь индивидуально каждой компании. Вот в вашем, конечно, послужном списке есть интересная работа в Германии. Недолго вы там были, но тем не менее мы понимаем, что Германия – это такой двигатель, мотор Европейского Союза. Был, есть, наверное, будет. Что касается возможностей для латвийского бизнеса в Германии. С одной стороны, вроде бы все понятно. Европейский Союз, богатая страна. Понятно, что рынок тоже очень интересный, потому что покупательская способность населения высока, люди живут достаточно обеспеченно. Что там? Что вы видите, какие перспективы для латвийских экспортеров в Германии? Вроде бы рынок известный, но, наверное, и там есть какие-то еще ниши, которые бы латвийские предприниматели могли бы занять. Там, наверное, в Германии классический экспорт уже все знает. Там есть разные выставки, где точно надо быть, чтобы попасть в западный европейский рынок и германский рынок. Но то, что есть возможности на будущее, это, наверное, биомедицина. Там есть возможности стартапов либо электронной компании в автоиндустрию авто, потому что в следующие годы автоиндустрия будет идти гораздо больше на IT. И если у нас есть IT-нышевые компании, которые могут сделать какие-то продукты для автоиндустрии, там есть огромные возможности. Также электронные компании, потому что, конечно, мы все знаем, что Германия сейчас переделает свой бизнес на электроавтомобилях, и там с электроавтомобилях это гораздо другой сектор, как классические автомобили, потому что, например, там плюс 20 лошадей сил на ваш автомобиль, это может быть просто апдейт. И чтобы сделать этот апдейт, там потребуется IT. И если мы можем передумать, как переделать код IT, чтобы автомобиль либо ехал дальше, либо ехал быстрее, с то же самое, скажем, хардвар, там есть огромная возможность сейчас. То есть фактически мы говорим о том, что вот эти все технологии современные, есть ли латвийские предприниматели, и латвийские IT-специалисты могут вот здесь дать свою добавленную стоимость, то это открывает Германии, наверное, большие возможности, да? Да, они ищут такие решения, они ищут проактивно, ищут возможности, там, например, не знаю, там Smart City, если у нас есть, ну, я знаю, это те компании, которые есть, но то, что надо для немецов, если мы смотрим там, тогда там еще есть очень большой сектор с личные деньги, да, так правильно? Да, у нас здесь каждое кафе можно с карты оплачивать, там не везде. Не везде? Не везде, да. То есть все-таки наличные деньги нужны все время, да? Да, ну а там будет трансформация, так что есть, там есть возможности. Также любые Smart City, как бы парковка или что еще? Ну, так, если езжайте в Германию, тогда вы можете увидеть, ну, например, там нету таких аппликаций, как у нас есть мобилы. Да, кстати, мобильных аппликаций нет там, да? Да, ну, есть, но не так много и не так… То есть в этом плане мы даже опередили Германию? Да, да. Если мы смотрим по сфере дигитализации, тогда мы там даже два шага вперед. И, конечно, если мы там смотрим на автоиндустрии, тогда у нас автоиндустрии нет, у них огромная. Но если мы смотрим, как, например, там у нас есть портал же latvia.lv, где огромные качества услуги, да, услуги мы можем получить онлайн. Там все идет через почту. По-прежнему? Да, по-прежнему, да. И там будет огромная трансформация. То есть эта компания Deutsche Post все работает, да? Да, и очень хорошо работает. Да, может быть, еще такой вопрос. Вот вы упомянули, что в Германии, как это ни странно, не везде могут принять вот эту банковскую карточку. Но у нас, как мы знаем, уже технологии дошли до такой степени, что вот отдельные банки, не будем сейчас их рекламировать, уже позволяет система специальное кольцо одевать и расплачиваться вот этим кольцом. Это, конечно, фантастика. Но вот зато у нас есть другие проблемы. И многие предприниматели, в том числе иностранные, жалуются на то, что не всегда возможно оперативно открыть счет в латвийских банках. Иногда это надо. Вот вы сталкивались с такой практикой, что к вам инвестор обращается и говорит, ну мы бы хотели у вас тут работать, но у вас же большие проблемы сейчас открыть счет. Да, ну такая проблема у нас есть. Наверное, мы все знаем, почему такая проблема возникла. Возникла, да. И сейчас вопрос, что будем делать с этой проблемой. Во-первых, мы работаем с ФКТК, если мы знаем, что есть инвестор, и по нашему мнению там нет проблем. То, что надо понять, мы тоже не знаем полностью бизнеса инвестора. Если он приезжает, да, мы знаем там от какой группы, где он работает, но мы не знаем всех клиентов. Всех клиентов, все перечисления, но это вы же не можете знать. Да, так точно. Если банк рассматривает, сейчас регулы скажут, что нет, конт открытия нельзя и невозможно, тогда вопрос ли, надо у нас такой инвестор. И это то, что мы хочем сейчас вместо ФКТК разработать, как бы, ну, guidelines или, как это, what-linies называется, чтобы мы смогли, во-первых, когда мы говорим об инвесторе, первые, как бы, там, чекбоксы перейти, и, во-первых, узнать, будет там проблема или не будет, до он приезжает. Потому что там, когда он приезжает, и он уже рассматривает открытие, как бы, компании, и тогда есть проблема с счетом, это уже, ну, это уже не очень красиво. Но если мы сразу увидим, что будет проблема с счетом, тогда мы даже не будем приглашать этого инвестора сюда, и тогда мы можем наш фокус переложить на тот инвестор, у которых не будет такие проблемы. Что у нас сейчас, сейчас проактивно мы ищем инвесторов от ОСД стран, и там, по-большому, не надо быть проблемой. Да, спасибо большое. Вот так вот время эфира у нас подошло к концу. Директор Латвийского агента инвестиций и развития, Лия Каспаса Ошко, у нас был в прямом эфире. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.